Всем привет! Вы на канале «Всё о звёздах ТВ интересно знать». Представляем вашему вниманию актрису Анну Легчилову, которая родила первенца в 46 лет и 3 года с мужем Игорем Бочкиным скрывали рождение долгожданного ребёнка. Талантливая, яркая артистка Анна Легчилова получила большую популярность после выхода фильма «Перекрёсток». Там ей досталась роль Ляли, возлюбленной Леонида Ярмольника. Мимолетное знакомство оказывается взаимовыгодным. Герой Ярмольника нужен штамп паспорта, чтобы улететь за границу, а для Ляли, чтобы получить высокооплачиваемую должность. Но, как это часто бывает, герои вскоре понимают, что испытывают друг к другу настоящие чувства. Если интересно, посмотрите этот фильм. Роль стала для Анны настоящим прорывом, и о ней заговорили всерьёз. У неё появилась армия поклонников. На сегодняшний день карьера этой актрисы полностью состоялась. Пусть её фильмография не так обширная, как у многих других. Зато каждая роль интересна по-своему. Кроме того, Анна пробовала себя также и в качестве режиссёра. Состоялась Анна не только в профессии, но и в личной жизни. Её крепкий брак с актёром Игорем Бочкиным длится уже почти два десятка лет. Анна не скрывает, что с большим уважением относится к мужу. И он, пожалуй, единственный, чья критика имеет для неё огромное значение. Пара познакомилась в 2000 году и практически сразу начали встречаться. Разница в возрасте 12 лет не стала для них помехой. К слову, если для Анны это первый и единственный брак, то для Игоря Бочкина уже четвёртый. От предыдущих отношений у него уже есть взрослая дочь, с которой он практически не общается. По каким причинам я не знаю. Практически самые свадьбы актёров журналисты пытались выведать. Но когда же произойдёт долгожданное пополнение в семье? Однако супружеская пара старались в интервью обходить эту тему стороной. Да и в целом эта актёрская пара никогда не откровенничала с прессой. Слухи о том, что Бочкин и Легчилова готовятся стать родителями, начали ходить в 2019 году. Однако тогда эти новости воспринимали исключительно как сплетни. И лишь в одной из телепередач супруги намекнули, что не прочь пополнение в их семье. Ну а потом в микроблоге артистки появилась фотография малыша, которая сразу же развеяла все сомнения. В семье родился сын. Анна опубликовала фото с мальчиком, добавив то, что ему уже 3 года. Малыш появился на свет в 2016 году. Вероятно, она руководствовалась мудростью, счастье любя тишину. И не стала сразу рассказывать общественности о маленьком сыне. Да и держать личную жизнь подальше от посторонних глаз – вполне понятное желание. И несомненное право каждого человека. Разумеется, без предположений здесь не обошлось. Многие поклонники тут же начали высказывать версии о том, что ребенка для этой пары выносила суррогатная мать. Все-таки возраст. На момент рождения сына Анне уже исполнилось 46 лет. Другие были уверены в том, что актриса родила сама, поэтому и избегала долгого лишнего внимания общественности. Впрочем, все эти предположения так и остались безответными. Эта актриса не из тех, кто пускает в свою личную жизнь. Анна временами делится фотографиями сына в соцсетях, однако до сих пор не показывает его лица. Так что на кого похож этот мальчишка, пока не ясно. Пожелаем им всего самого наилучшего и всего доброго. Всем огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Благодарю всех за внимание. Всего вам самого наилучшего, доброго, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok